Первое послание к Фессалоникийцам, 4 главу. О Духе Святом говорить и трудно, и легко. Давайте сначала прочтем все вот эти стихи, которые я... Нашел сегодня. Так, значит, с самого начала прочтем первые восемь стихов. По-моему, да? Вот так. «За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». То есть о чем он говорит? Он говорит о том, чтобы мы... Они научились от апостола, как им поступать, как им жить. Как им жить. И чтобы мы так и поступали, и угождали Богу. Чтобы мы преуспевали в том, что нас научил апостол об этом. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа. То есть он, в принципе, ничего нового не говорит. И что он им говорит? Он говорит, что воля Божия есть посвящение. Что вы воздерживались от блуда. Ну, речь идет... Блуд это... Все мы знаем, что такое блуд. Это блуд. Блуд это блуд. Но здесь он говорит об освящении. Освящение тоже... Мы много касались этой темы. Освящение – это быть непричастным к миру. Быть несообразованным с этим миром. Не иметь общего знаменателя. Быть в мире, но как бы быть не от мира сего. Это освященный Христос не от мира сего. И вот в этом и есть воля Божия для тебя и для меня. Потому что церковь, она не от мира сего. Израиль был не от мира сего. Должен был быть. И в частности, потому что речь идет, что весь мир – это блуд. То и такой натуральный блуд, блуд и духовный блуд, то чтобы мы воздерживались от этого. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости. То есть освящение и святость – один и тот же корень этого слова – свят. И обратите внимание, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд святости. Чья это ответственность? Бога? Нет, это твоя ответственность, моя. То есть ты должен уметь, окей, соблюдать свой сосуд святости. И если ты это не будешь делать, никто это не будет делать. А не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. То есть речь идет не в страстях, потому что мы все жили по воле князя, господствующих по воле, исполняли желания похоти и страстей. Вот так вот живет весь этот мир. Дух – господствующий в воздухе, господствующий в мире. Если мы так верующие живем, значит мы не соблюдаемся в святости. Мы, в принципе, ничем от них не отличаемся. И мы говорим, Господь, какова твоя воля на мою жизнь? Он говорит, моя воля – это твоя жизнь посвященная. Да, но мне нужно что-нибудь более такое, духовное. Уже более духовное ничего не бывает. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Чтобы мы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво. О каком законе речь идет? О законе, о законе Божьем. Он скажет, не убивай, не кради вот эти вещи. Потому что Бог за это мстит, Он будет мстить за это. И как и прежде мы говорили, мы свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к чистоте, не к нечистоте, но к святости. Опять о святости речь идет. И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, Который дал нам Духа своего святого. Вот этот стих, в принципе, я к нему шел. Ну, кто-то спешит. Окей. Кто-то спешит. Значит, вот этот вот, мы прочли первые там шесть стихов. И сказана речь, основная тема какая? Чтобы мы жили свято, чтобы мы соблюдали свои сосуды святости. Чтобы мы не поступали по отношению друг с другом, так как противозаконно, корыстолюбиво. Если же мы поступаем противозаконно, если мы, да, поступаем друг другу, обижаем друг друга и корыстолюбиво, и поступаем, то что происходит? Происходит следующее. Происходит то, что мы нарушаем, не угождаем Богу, и нарушаем Его волю, и попадаем под закон. Это ясно. Но что самое главное, как я думаю, происходит? Происходит акт непослушания. Итак, непокорный, непокорен человеку, не человеку, но Богу, Который и дал нам своего Духа Святого. То есть, появляется непокорность. Когда я поступаю по отношению к Тебе, корыстолюбиво, когда я плохо поступаю к Тебе, по отношению к Тебе, или я просто живу, пошел по воле своей похоти и страстей. Это что? О чем это говорит? То, что я пошел за похотью, окей, то, что я увлекся и искусился, увлекаясь обращаясь собственной похотью, помните, мы говорили, что она вошла, Господь говорит, вот она лежит у порога, господствую, но я не господствовал, я ее облюбовал, она мне нравится, и я, как там, похоть зачавши, что родила гре, так? Это, кроме этого, произошло непокорность, произошло непослушание. Вот. Непослушание, помните, послушание, Господь говорит там, в первой книге царств, послушание – это лучше, чем жертва. И после этого, если я делаю какие-то великие подвиги для Бога, и делаю какие-то большие жертвы, то они не могут компенсировать, они не могут, они не могут Бога импресс. Почему? Потому что ему нужно от меня и от тебя послушание. В чем заключается послушание? Послушание в том, послушание заключается в том, чтобы быть послушным Духу, который говорит тебе, что Он тебе говорит, не поступай так, грех лежит у порога, не обижай Каина, или Авеля, не обижай там, Мишу, не обижай Машу, не поступай коростолюбиво, не поступай из зависти, из какой-то злобы по отношению к Ним. Но я поступил. Это что говорит? Это говорит о том, что мне Дух Святой ныне говорит, когда ты слышишь мой голос, Он не говорит, что это если ты его слышишь, потому что ты его да слышишь. Верующие люди да слышат голос Божий. Но мы что? Мы не ожесточаем сердца свои и не слушаемся. Мы являем непокорность. Непокорность – это снадггут. Окей? Потому что мы, если я тебе говорю, не делай, не живи так, ты меня... То ты не человеку непокорен, это полдела человеку, ты Богу непокорен, который и дал нам Духа Своего Святого. Итак, для чего Бог дал верующему человеку Духа Святого? Если вдруг, если вдруг кого-то интересует вопрос, и кто-то озабочен тем фактом и той реальностью, что... И вообще кто-то недоволен своим духовным состоянием. Есть такие люди, не надо подумать о руках. Если кто-то недоволен... А то их будет много, наверное. Кто-то недоволен своим духовным состоянием. Кто-то считает, что он не ходит перед Богом, потому что твое сердце говорит. Сердце мое говорит от кого? От тебя, от Бога говорит. И то, что говорит тебе Бог, это ты знаешь, что тебе Бог говорит. Окей? И твое сердце говорит от Бога. Если по каким-то ты причинам недоволен своим духовным состоянием, если ты недоволен своим хождением перед Богом, то я могу тебе сейчас сказать, в чем причина этого. Причина в чем? В непослушании, мне подсказывают. Именно в непослушании. Кому непослушанию? В непослушании Дух, Богу, который дал нам Духа своего Святого. Потому что то, что ты делаешь, ты знаешь, что ты не должен делать. И то, что ты мыслишь, ты знаешь, что ты не должен мыслить. Ну, почему же там? Потому что тебе Господь говорит через Духа своего не делай, не мысли, не помышляй, не так далее. Нет, нет, нет. Это не то, не то, не то. И мы что делаем? Мы являем непокорность Духу, непослушание. Мы ожесточены к этому. Почему мы ожесточены? Потому что мы обольщены чем? Греховым миром, чем-то, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. И у нас по отношению к Богу, к Духу, происходит что? Ожесточение. Я вам говорил, что ожесточение, когда человек ожесточен, когда человек жестокий, то он не в принципе жестокий. Он всегда жестокий по отношению к чему-то. А по отношению к чему-то другому это просто душа. Это уже мягче не бывает. Вы помните этот фильм Чапаев, когда там старый Бабочкин там играл? Когда тот сидит, этот офицер играет лунную сонату. Это ж такой, это ж так воспринимает музыку. И тут ему этот говорит, отпусти, барин, хочу рыбу помать, потому что Митька помирает, ухи просит. Он его не отпустит. То есть какая жестокость? Ну как у человека, который любит так Бетховена и любит лунную сонату, разве в таком сердце может быть «О да, еще как бы». Это все не то. Может быть очень мягким к чему-то и настолько же жестоким к чему-то другому. И это у нас есть. Потому что мы что-то любим, мы отдаем чему-то всю душу, мы проводим ночи, мы проводим сутки над чем-то и над кем-то или что-то или я не знаю что. Но когда Дух нам говорит Святой ныне, то мы не слышим. Мы говорим, что Господь, я не слышу. Он говорит, ты не говоришь, ты не говоришь, и ты не слышишь. Потому что ты да, слышишь. Потому что слово звучит «Когда ты услышишь, не ожесточи». Так значит, что я да, услышал, и что? Не ожесточи. И поэтому в результате этого происходит то, что происходит. И мы то, что мы обольщаемся, это плохо, рождается грех, это плохо. Но мне кажется, что непослушание это, или непокорность, это очень плохо. Потому что написано в послании к евреям в пятой главе сказано, что он стал виновником спасения вечного для кого? Для всех послушных ему. То есть он стал причиной спасения. Пятая глава еврея. Он стал спасением для всех послушных, виновником это описано в спасении. То есть причиной спасения для тех, кто послушен ему. непослушание говорит о многих вещах. Оно, во-первых, говорит о неверии. Помните, они оказали, проявили непокорность пустыни, и они не вошли. Из-за чего? Из-за неверия. То есть послушание это проявление веры. Непослушание это, наоборот, это проявление неверии. Неверие это грех. Это Агнец Божий, который берет грех один, неверие на себя. И это вот неверие это и есть. Я верю. Да, но ты же не слушаешься Святого Духа. Я не слушаюсь, но я верю. Такого не бывает. Если ты не слушаешься, значит ты... Почему ты не слушаешь Писание? Почему ты не слушаешь голос Божий? Потому что ты не веришь. Второе, о чем говорит непослушание, это о том, что Бог не является твоей первой любовью. Это тоже бигдел. Потому что он не согласен на второе место. Когда мы не слушаем Святой Дух, мы, в принципе, обречены на неудачу. Мы обречены на поражение. О чем я говорю? Я говорю о том, что Дух нам Святой дал. Из этого текста мы видим, что Дух нам Святой дан. Для чего? Чтобы мы могли... Почему он говорит, что я хочу, чтобы вы, каждый из вас, что? Мог соблюдать свой сосуд святости. Как ты можешь соблюдать сосуд святости? Ты можешь соблюдать свой сосуд святости? Нет. Он почему-то говорит, потому что если для этого дан тебе Святой Дух, и Он живет в тебе, и Он говорит тебе ныне, и Он тебя ведет, Он твой водитель, при условии твоего послушания и смирении перед Святым Духом, окей, ты будешь жить в этом мире, не будучи оскверненным. Если нет, если есть послушание, что я сказал, если нет послушания, если нет послушания, то ты, в принципе, on your own. Правильно? Потому что ты Дух Святой не слушаешь. И при этом, как верующий человек, ты хочешь что? Ты хочешь соблюсти свой сосуд в святости. И что это производит, когда ты без Святого Духа производишь, хранишь себя в святости, так называемой? Это не что иное, как религия, это самоправедность, или называй это еще какими-то именами, но в любом случае это что-то, это что-то, это твое, окей? Это твое. Это твоя правильность, которая как запачканная одежда, она Богу просто не нужна. Он ее просто не видит. Понимаете? Когда они согрешили, потом они увидели, что они ноги, они сделали себе одежду. И Бога она не устроила это. Сам человек не может сделать нечто такое, чтобы Бог был удовлетворен. Бог дает тебе нечто, во что ты оделся. Он тебе дает свою одежду, свою правильность. Но когда мы игнорируем голос Святого Духа, то мы это производим, потому что мы хотим остаться верующими. Мы по-прежнему верующие. И мы по-прежнему должны жить свято. Но это уже не святость, потому что Он, Дух Божий, и Он Святой Дух. Окей? И Он тебя, и при Его помощи ты хранишь себя в святости. Почему? Потому что Он свят. Ты сам не можешь произвести святость. Ты сам не в состоянии хранить себя в святости. Не можешь. Окей? Это невозможно. Потому что если ты мог это сделать, то тебе не нужен Христос. Вот. И поэтому человек, когда начинает заниматься самокаким-то совершенствием или какой-то самоправедностью, самосвятостью, то это он обречен на поражение. Он обречен на поражение. Потому что мы компенсируем непослушание собственной праведностью какой-то начинаем начинаем сами жить благочестиво, сами выдумываем себе какие-то обряды, правила, которые мы выдаем за праведность. И Павел говорил в послании к криминам, что вы, не разумея праведности Божьей, они 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 поставили по-моему там свою праведность. Окей? Помните? И это то, что было фарисеей. Это то, что делали фарисеи, лицемеры, которые религиозники, которые отвергли, они они по-своему стали истолковывать закон. Они по-своему стали трактовать его. Они отвергли заповедь Божию и установили заповеди человеческие. Но тщетно чтут меня, что соблюдая вот эти вот традиции человеческие, тщетно, это Богу не нужно, это пустота, это тщетно. И вот это делаем мы, потому что мы живем в непослушании ко Святому Духу, или по крайней мере иногда не слушаем Святому Дух, и при этом мы стараемся компенсировать это собственными какими-то вещами, которые все тщетны. Поэтому мы обречены на поражение. Дух Святой нам нужен для того, чтобы жить благочестиво и чтобы жить свято. И Дух Святой нам нужен даже для того, чтобы, имея жизнь Божию, потому что верующие люди, они рождены свыше, и они в себе имеют жизнь. Но эта жизнь, слушайте, имея в себе жизнь Божию, она часто не выражается в нас или через нас, она просто не видна. Если ты имеешь жизнь Божию, это не значит, что она будет выходить через тебя автоматически. Для этого нужно пролагать и все. то же самое, тот же самый принцип. Похоть, если ты ее зачинаешь, то рождается грех. Праведность, жизнь, святость, которая в тебе, Божий голос тебе живет, если ты это зачинаешь, то тогда она рождается, тогда она потом достигает матчурити и рождается, жизнь рождается. Поэтому иметь, это не значит, это не значит, что она проявится автоматически. Для этого нужно предлагать усилия и для этого нужно послушание Святого Духа. Чтобы та жизнь, которая в тебе, чтобы она вышла на рождь. Потому что она есть в тебе. В тебе есть жизнь Божия, но она не всегда выходит. Она не всегда выходит. Почему? Потому что она сама не выйдет. Ты должен приложить усилие, чтобы она вышла. И для этого нужно послушать на Рождь. В отношении Святого Духа, в отношении Его проявлений, в отношении крещения Святого Духа, в отношении даров Святого Духа и так далее Существует довольно-таки много мнений И как это не интересно, ну есть там, допустим, несколько мнений, два, три, четыре, которые такие основные И эти мнения, они довольно-таки высказываются авторитетными людьми То есть мнение вот этой стороны, которая говорит нечто, за этим мнением стоят люди не просто какие-то там А за этим стоят ученые, скалерс, грамотные люди Мнение, которое говорит практически противоположные вещи, за этим мнением стоят не менее грамотные и не менее авторитетные люди И я не могу сказать, что вы ничего не понимаете, потому что они понимают в сто раз больше, чем я Это, это скалерс И поэтому, и даже вот у нас, допустим, небольшая группа людей И тут, может быть, есть несколько мнений, мнений, которые сформировались на основании твоего или жизненного опыта Или твоего экспириенса, или твоего бэкграунд, или той литературы, которую ты читаешь и так далее, так далее То есть, вот, и это не наша функция, не моя, в частности, функция сказать, что кто-то прав, кто-то неправ Окей? Поэтому я предлагаю сконцентрироваться на чем-то одном, на чем, я думаю, с чем все согласны А именно, я думаю, что все согласны, что для того, чтобы жить благочестиво, и для того, чтобы хранить в себе свой сосуд святости В этом мире нам desperately, we desperately need all this people Нам нужен, нам нужен Святой Бог Не то, что it's nice to have, no We need it, period Потому что иначе мы обречены на положение Иначе мы обречены на положение Теперь кто-то скажет, так у меня есть Дух Святой И ты правильно скажешь, что у тебя есть Дух Святой Ты таки прав И я сказал, что эта жизнь Божия, которая дана тебе Духом Святым и через Святой Духом, она и есть верующий человек Но задача в чем? Задача в чем? Чтобы эта жизнь как-то выходила наружу Чтобы она была видна Мало иметь Дух Святой Надо, чтобы Дух Святой был лидером в твоей жизни Потому что если ты его имеешь И к нему проявляешь непокорность и непослушание Так возникает парниологичный вопрос А зачем он тебе? И что ты его все равно не слушаешь Ну логично или нет? И довольно таки просто Нам нужен Дух Святой, чтобы правильно, особенно правильно принимать решения Как верующие люди Нам нужно правильно жить Для того, чтобы правильно жить, нам нужен Дух Святой Например, апостол говорит Тимофею Ну Тимофей служитель А он ему так говорит Никакой воин не связывает себя с заботами житейскими Никакой воин не связывает себя с заботами житейскими Чтобы быть успешным Там, по-моему, так, да? Второе послание Тимофея Чтобы подвизаться, чтобы быть успешным Он не связывает, он не может Нам Дух Святой нужен, чтобы правильно себя вести В разных условиях, в которых мы оказываемся Обстоятельствах Например, Яков говорит в пятой главе Он говорит так, что Злорадствует ли кто из вас? Злостраждет, да? Пятая глава Злостраждет, я извиняюсь Что? Пусть молится А весело ли кто из вас? То что нужно делать? Пусть поет псалмы, да? То есть Если ты страдаешь, злостраждешь То есть ты страдаешь из-за чего-то Значит, ты должен правильно себя вести Единственный путь Не поступать по плоти Послание, можете открыть Послание к римлянам Можно нам это? Послание к римлянам, восьмая глава Он говорит Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти Я люблю этот стих Я его часто вспоминаю Мы не должники То есть ты не должен поступать по плоти Ты ничего не в долг Ты не обязан Ибо если живете по плоти То умрете А если духом Умершляете дела плотские Это уже вы будете Видите, что делает дух Если живете духом Поступайте по духу Ибо не будете исполнять вожделение Если живете по плоти То он говорит римлянам Он говорит христианам Он говорит христианам Если вы живете по плоти То вы умрете То есть я живу Мне нужен дух святой Я имею Но для чего он тебе Если ты его все равно не слушаешь Непокорный, непокорен Не человеку А Богу Который дал нам дух святой И вот Живя Нет никакого осуждения Тем, которые во Христе Иисусе Живут не по плоти Но по духу Таковым нет осуждения Которые во Христе Иисусе Живут по духу А те, которые по плоти Значит к ним это не относится А если же духом умершляете Видите, что дух святой делает То есть Если когда мы живем по духу Что происходит То есть наши плотские желания Наши Все эти вожделения Они Их не видно Они просто умершляются Они не They gone Это единственный способ Это единственный способ Не жить по плоти Другого нет Потому что кто-то скажет А есть еще у меня другой А, значит у тебя есть какой-то способ Значит ты еще что-то можешь Значит дух святой тебе в принципе не нужен Если у тебя есть какой-то другой Нет Для тебя и дан Моя какая основная мысль Что я хочу сказать Что дух нам святой нужен по многим причинам Но сегодняшняя наша тема Дух святой тебе нужен Чтобы благочестиво жить в этом мире Чтобы не сообразоваться с этим миром С которым мы иногда сообразовываемся А когда мы да Сообразовываемся с этим миром То это результат чего? Непокорности Непослушанию духа Который говорит Не делай этого Не иди туда Лежит у порога И мы Обольстившись тем Что лежит у порога Я говорю Just wait a minute И я Go for it Понимаешь? That's what we do Мало того, что мы попадаем в грех Мы попадаем еще в непокорность А там он сказан, что непокорность Это что? Это как идолопоклонство Что-то типа такого Итак Имея Святого Духа Люди живут по плоти Почему? Потому что Имея Святого Духа Твоя задача теперь какая? Сделать Дух Святым Дух Святой сделать лидером в твоей жизни Ты должен быть теперь Ты должен избрать его для себя лидером По этому сказанному Только Вводимые Духом Святым Суть Сына Божия Понимаете? Это стих Это же серьезный стих Дух Святой должен стать доминирующим в твоем хождении Чтобы он стал доминирующим в твоем хождении Нужно, знаете, что сделать? И вы знаете Нужно исполниться Святым Духом Что значит исполниться Святым Духом? Это значит наполниться Святым Духом А это что значит? Понимание исполнения To be filled with the Holy Spirit Это довольно-таки не такая уж и сложная вещь И само понятие To be filled with something Тут в принципе просто И мы сейчас увидим это Например, в Писании есть несколько мест исполнения Сама идея недостаточно сложная Вот книга Деяний Восьмая глава У нас есть такой стих, да? Вот смотрите Вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды Человек исполнил чем-то? Сейчас неважно чем Мы говорим о том, что такое быть исполненным чем-то Каким-то духом Окей? Чем здесь человек исполнен? Он исполнен какой-то желчью Какой-то горькой желчью Каким-то злом Каким-то something bad Но он исполнил это Он исполнил это Значит, можно исполниться этим В другом месте Какое у нас еще место есть? Ну давай, Римлян И как они не заботились иметь Бога в разуме То предал их Бог превратному уму делать непотребства Так что они исполнены Всякой неправды Блуда Коварства Коварства Корестолюбия Злобы Зависти Убийства Что такое исполненный? Видите, чем человек исполнен? Не просто они исполнены этим Они совершенно верны То есть это не только в них есть Они наполнены этим Он наполнил желанием кого-то убить Он наполнил лукавством Он Вот это вот состояние блуда Это не просто там где-то там есть Какое-то там что-то в нем Нет, он От него это С него это исходит Понимаете? Он этим живет Это главное Он He is filled with this Вот этот человек Который мы пошли в деяниях Там Кто-то увидел его Что Я вижу тебя исполнен То есть Не просто я в тебе вижу желчь Нет, я вижу, что ты Full of it Окей? Или у тебя чайник На дне есть вода Или у тебя чайник Исполнен Чаем Разница есть? Это что значит? Какая разница? Разница в том Что если ты исполнен Если чайник Исполнен Чаем То ты в принципе туда Ничего не дольешь уже Окей? А если у тебя там Чуть-чуть есть это Ну Окей Тут еще можно работать С этим Но если человек Исполнен Поэтому он говорит Я вижу тебя исполнен У меня ничего нельзя сделать с тобой Эти люди У них превратный ум They really messed up Они исполнены Всякой неправдой То есть Они полны этого С этими людьми я не знаю Это нужно теперь Что туда ничего влить нельзя И такой человек Придет к Богу Вот такой Этот Симон С Дианией Восьмой главе Мы прочли Он пришел к Богу Ну и что толку Что он пришел к Богу? Ну и он там Все прочитал Ну и дальше Он принял водное крещение Там кстати у Филиппа Ну и дальше Что? Ну туда же ничего Влить нельзя Туда ничего не Потому что там There is no rule For anything Потому что He is healed Здесь Но нас это не интересует Такое исполнение Не правда ли? Нас интересует Быть исполненным Духом Святым Так вот что я хочу По этому поводу сказать Что эти люди Или тут Где восьмая глава Он исполнился желчью Не автоматически Слушайте Он избрал это Он так принял Эти люди решили Они не взяли Бога в свой разум Они не взяли Бога Они не взяли Бога Как базу для своего рассуждения Для своего мышления А это не бывает Если туда не вошел Бог Значит туда войдет что-то другое Тут выходят какие-то Мирские принципы Какие-то мирские понятия И эти мирские понятия Они порождают Какую-то философию И вот сегодняшний мир Наполнил Вот этим наш мир Сегодня наполнил То есть Это не автоматически Он не родился таким Да Человек родился грешником Но никто не родился Исполненным желчью Окей? А то что он стал Исполненным желчью Это потому что Что он захотел He likes it That's my point А дальше К чему я это клоню? Если человек Избрал это То дальше К чему я клоню? Совершенно верно Значит мы можем Избрать другое Избери другое Чем ты можешь исполнить Поэтому нам Апостол говорит Исполняйтесь Духом Святым Исполняйтесь Но Господь Тима Нет Исполняйся Как исполниться Святым Духом? И вообще Что это значит Исполниться Святым Духом? Опять Ничего сложного Когда Самая лучшая Притча Которая отражает Этот принцип Это притча Матфея Где у женщины Три меры муки И туда упала Она взяла закваску Что? Пока не заквасит Все тесто Три меры муки И все Когда упало в тебя Это зерно Божье Слово Божье упало То оно куда упало? В душу твою Но В тело твою Но Оно упало в твой дух И что? И твой дух родился Cooking your spirit И твой дух стал жив Для общения с Богом То есть Бог Сделал тебя Способным С ним общаться Как? Посредством того Что он тебя родил Он Твой дух Был мертв Во грехах и преступлениях И он тебя родил Когда? Когда ты принял Слово Божье Когда ты принял Не просто А именно Евангелие Именно Евангелие Смерть и воскресение Иисуса Христа Теперь Ты способен Для общения с Богом И все? Да Но в то же время Нет Потому что Это происходит Со многими верующими людьми Со многими людьми Они рождаются Но Они по-прежнему Они по-прежнему Сообразовываются С этим миром Почему? Потому что Они по-прежнему Мыслят По-мирски Каринфин Я не мог с вами Разговорить Потому что Вы мыслите Как По-мирски Вы-мирски Да Вы о земном Вы мыслите Вы мыслите Об этом А человек Преобразовывается Обновлением ума Поэтому Исполнится Святым Духом Это значит Чтобы этот Дух Который в тебе Который в тебе Попал в одну Меру мыки Чтобы он Каким-то образом Пошел во вторую Меру мыки И чтобы он Потом пошел И в третью Меру мыки И чтобы он Стал всем Во всем Надо Дух Святой Чтобы надо Ты должен сделать Это твоя ответственность Кстати Это не его И моя Он мне дал А теперь Я должен сделать Так Чтобы Дух Святой Из моего Там где он сейчас А он только в Духе моем Он только в сердце моем Я должен сделать И ты должен сделать Чтобы он теперь Заквасил Твою Душу Окей И заквасил Твое тело Вот это значит Исполнение Святым Духом Исполнение Святым Духом Исходит не оттуда А из Духа твоего Из сердца твоего Где есть Дух Святой Это происходит Конечно Когда Когда Ты соображаешь Духовность Духовной То есть Когда Дух Твой Святой Который в тебе Он начинает He wakes up Он начинает Что-то Он Дух Святой в тебе Он начинает Он начинает жить Он He likes something Он что-то любит Он что-то Доволен А чем Собственно Дух Святой Доволен А чем Дух Святой Недоволен Мы это знаем Знаем Так вот я вам хочу сказать Что Дух Святой Пришел Там для нескольких Исполнить несколько задач Но самое Ну не хочу сказать Самое главное Но одно из них Немаловажное Это то Чтобы Прославить Иисуса Христа Дух Святой Пришел Запомните Пожалуйста Это принцип Дух Святой Пришел Для Иисуса Христа Библия Нигде не говорит Что нужно Поклоняться Святому Духу Библия Нигде не учит Что нужно Прославлять Дух Святой Но Библия Говорит Что нужно Прославлять Иисуса Христа Духом Святым Нужно поклоняться Богу В Духе И в Истине Понимаете Для чего Дух пришел Святой Чтоб ты поклонился Иисусу Христу В Духе И в Истине Будучи послушен Духу Ты не прославляешь Духа It's not biblical Ты прославляешь Иисуса Христа И только Иисуса Христа Через Дух Или в Духе Или будучи Послушен Духу Ну вот эти Ну понимаете Для чего Кто Для кого Вот когда придет Дух То Он напомнит вам Те слова Которые Он говорил То есть То что я вам говорил Он Повторит Он у вас будет уже Вы слышите это от Меня Потом вы будете слышать Уже из себя Где Он у вас будет жить Дух Святой Для Христа Если мы это не понимаем То мы не сможем Понять принцип Как нужно исполняться Своим Духом Поэтому К чему я это говорю Чтобы Дух Святой Который в тебе Чтобы Он ожил Чтобы Get him excited Что тебе нужно делать И о чем нужно думать И на кого нужно смотреть И вообще О чем нужно думать Куда направлять свои мысли Правильно Ты должен сконцентрироваться На Иисусе Если у тебя мысли Где-то В другом месте И мечты В другом месте И ты говоришь Дух Святой Наполни меня Для чего Зачем Чтобы тебе было Лучше думать О своих там Каких-то планах Я не говорю Что они должны быть плохие Нет Я наполню тебя Если ты То есть Вы понимаете Это как Он в тебе живет Он в тебе есть Но он пробуждается Он начинает дышать Как говорится Полной грудью Он начинает Расширяться Начинает в тебе Там Do something Когда Он слышит то Что он хочет услышать Окей А что он хочет услышать Он хочет услышать Что ты Он хочет увидеть Что ты поклоняешься Иисусу Христу Сердцем искренне Окей Он знает твое сердце Почему Потому что он в твоем сердце И находится Он знает Чем ты О чем твое сердце мыслит Он знает намерение Сердце твое Потому что Если ты говоришь Устами одно А сердце твое там То Дух Святой знает Это лучше Чем кто-нибудь другой Исполниться Святым Духом Это значит Подчинить себя Святому Духу Избрать Избрать Господь Я принимаю решение Вот у меня приходит Вот я вижу Твой успех Как Иклезайз говорит Я Успех кого-то Неизменно Производит Производит Неизменную зависть Окей Но это один голос И если я Избрал это И если я Остановился на этом То я буду Что Я буду исполнен В римляне В 29 стих Помните Исполнен зависти Я буду исполнен зависти Она во мне есть Окей И она в тебе есть Тебе есть природа Наша природа И там это все есть Но когда Ты дашь этому Выберешь это Ты дашь этому Зачатие Произойдет То это Начнет тебе Расти И потом Это придет Твои мысли И потом У Кайне Появляется мысль Потом у него Появляется Ненависть К его брату И это Приходит Приводит Определенным Поступком И это Произошло И это уже Само у нас Происходит Ну Может быть Не в такой степени Окей Но такой принцип That's how it works То есть Я избрал Это Я избрал Поступая Короче Ты любил По отношению К брату Своему Противозаконно Люби Ближнего Твоего Закон Значит Если ты видишь Успех Ближнего Твоего Если ты видишь Печаль Ближнего Значит Реакция Должна быть Соответственная А какая Реакция А Дух Святой В тебе Реагирует На печаль Ближнего Или на радость Ближнего Если вот Ты видишь Если Если ближний Радуется Потому что Там Какой-то Блессинг Как этот Авель Блессинг Он Бог благословил То То Дух Тебе радуется И что происходит Человек Ожесточается Голосу Духа Но выбирает Зависть Окей И проявляет Непослушание И получается Беда Поэтому Нужно Исполняться Святым Духом То есть Чтобы Дух Который В сердце Он Вошел В душу Он Поднялся До души Чтобы Он Закладил Душу А душа Это что Это твое мышление Раз Это твои чувства Два Это твоя воля Три Это душа Чтобы Ты чувствовал То что Бог чувствует А как я могу У вас Должны быть Чувствования Христова Филиппийца Вторая глава А откуда Мне будет А потому что Чувствование Потому что В тебе живет Христос Своим духом И если ты Его впустишь В свои чувства То у тебя Будет чувствование Христова Если ты Впустишь Дух Святой Своей мысли Обновишь Своё мышление То тогда У тебя Начнет функционировать Ум Христов Я имею ум Христов Может быть Ты его имеешь Но его не видно В твоих решениях Его не видно В твоих поступках Мало этого Его такие Ты не имеешь Ты просто имеешь Дух Святой Но ум Христов Ты не имеешь Ты можешь его иметь Если ты изберешь Мыслить Если ты послушаешь Голосу И он тебе даст Мысли Господь говорит Я вложу свой закон Ваши мысли И на сердцах напишу Если ты впустишь Это Если ты дашь подняться туда То ты будешь заквашен И тогда у тебя будет Ум Христов И тогда решение Твое будет Правильное Божье Обновиться Нам преобразоваться Обновление Нужно Обновить ум Чтобы познавать Что воля И блага угодна И совершение Понимаете Иначе для Плотского ума Духовные вещи Они же Духовные Это нужно соображать С духовным А для плотского ума Духовные Она же глупость Поэтому он говорит Что то что ты имеешь Дух Святой Это хорошо Но теперь Должен тебе исполняться Ты должен быть Заквашен Один раз Только время принятия Нет Все время Исполняться Исполняться Get filled with the Holy Spirit Get filled with the Holy Spirit Особенно нам нужно Это когда мы принимаем решение Я принимаю какое-то решение Важное в своей жизни Я начинаю думать Своим умом Как мне И что правильно Ну хорошо Но ты примешь решение Но оно будет эмоциональное А может быть Я попаду Нет Не может быть Ты примешь Сто процентов Всегда Эмоциональное решение И эмоциональное решение Оно всегда Сто процентов Будет неправильно Потому что Эмоциональное и духовное Это совершенно противоположное решение Чтобы принять правильное Перед Богом решение Решение ты принимаешь умом Ты пользуешься волей Ты пользуешься душой Она должна быть заквашена Божьим Духом Иначе это будет Чисто человеческое решение И мы молимся Господь Открой Проговори Яви Покажи И Бог часто говорит Что Слушай голос Духа То есть Он хочет Чтобы мы Впустили Дух В свой Сюда Во вторую Эту меру муки Чтобы туда Дух зашел А как это сделать? Как это сделать? Сконцентрироваться нужно На Иисусе Христе Понимаете? Сконцентрироваться нужно На Иисусе Христе Почему? Потому что Когда-то я повторяю Когда-то сконцентрировался На Иисусе Христе То Дух Святой Только тогда начинает Жить Дышать полной кровью Ефесяне Откройте пятую главу Ефесяне Ну что? Понятно, да? Ефесяне Самое главное Самое главное Чтобы тебя в центре Твоих мыслей Особенно когда ты вот Особенно вот когда мы Ну ладно Прочли это место Самое главное Чтобы в центре был Христос Тебе не нужно Сконцентрироваться В Дух Святой Ну там Нет Тебе твои мысли Ты Ты должен Сконцентрироваться На Христе И тогда И тогда Дух Святой Сам будет делать То, что нужно делать Теперь уже Stay out of his way He knows what you do Но если ты Где-то там То он ждет Он ждет Итак Ефесяне Пятая глава Смотрите Пятнадцатый стих Итак Смотрите Поступайте осторожно Не как неразумные Но как мудрые Помните эту притчу Неразумных и мудрых Итак В чем заключается Их неразумие И в чем заключается Мудрость Когда-то я говорил Мудрость заключается В том Чтобы понимать Время Следующий стих Дорожа временем В этом мудрость Окей Потому что Время Это Вещь Там милости нет Ни копейки Время Безжалостная вещь Время Это самая Безжалостная вещь Что есть Если ты Вестит It is gone You can fix it Многие вещи Можно подчинить Многие вещи Можно вернуть Но не время Мы сейчас Живем во времени Мы живем во времени И в этом-то И лукавость И осторожность И мудрость Бог тебя Поместил во время В твоей жизни На земле You are subject to time И поэтому Время для этого Время для этого И если у тебя Мудрость есть Ты Ценишь И ты делаешь С этим временем То, что нужно Если мудрости нет То Не купишь Окей Дорожа временем Потому что Видите Дни лукавые По-английски The days are evil Итак Не будьте нерассудительны Но познавайте Что есть воля Божия Вот так нужно Вот так нужно Заниматься Так И смотрите И не упивайтесь вином От которого бывает распутьство Но исполняйтесь духом Вы знаете Что трезвых людей Не бывает Вам такая мысль приходила Что трезвого человека Вообще нет В принципе Он обязательно Чем-то пьян Чем-то опьянен Лучше сказать Он или опьянен Вином этого мира Или он Находится под Воздействием Или он находится Под контролем Или он находится Под Under dominion Духом святым Но так чтобы Меня этот мир Не опьянил Ну и Дух святой Такого Третьего вообще нет Поэтому Если ты Не исполнил Святым духом Ты обязательно Чем-то исполнил Другим Но так чтобы Быть вообще Свободным от всех Такого не бывает Или ты живешь По воле князя В воздухе Или ты живешь По воле Бога Одно из двух Третьего нет Поэтому человек Всегда Опьянен Или чем-то Или кем-то Но мудрость твоя Заключается в том Ты сам выбираешь То вино Которым Которым ты хочешь Быть и принял Или это Ну я образно говорю Или это Дух святой Или это Потому что Потому что Почему он здесь Такую параллель взял Вино Что такое Что делает алкоголь Что делает вино Оно тебя просто Забирает Уводит от реальности Оно становится Ты становишься Как бы не от мира Потому что люди Настолько разочарованы Этой жизнью Темиром Что они это все Дело Заливают вино Потому что Разочарование Депрессия Отчаяние Не хотят Они находят Какой-то От души Ну вы знаете Это знаете То есть Вино тебя уводит От этого мира Оно тебя делает Не от мира сего И это именно то Что делает с тобой Дух святой Это то Что тебе делает Бог Если ты под влиянием Under the million of God Ты не от мира сего Поэтому я говорю Трезвых людей нет Но чем быть Опьяненным И чем быть Вадимым Или кем быть Вадимым Это Это В этом заключается Твоя мудрость Или твое безумие Не упивайтесь вином Но он советует В принципе не советует Он повелевает Но Исполняйтесь духом Как Назидая самих себя Псалмами Словословиями Песнопениями Духовными Паяй Воспевай В сердцах Ваши Господу Благодаря всегда За все Бога и Отца Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Итак Видите как просто Как Исполняйтесь духом Как Назидая друг друга Назидая друг друга Как Пой Воспевай Пая То есть Очень много Время Очень много акцента Уделяется Пению Прославлению Почему Почему Потому что Потому что Когда ты поешь Ты Ты Концентрируешься Ты концентрируешься У тебя есть Какой-то Объект Кому ты поешь Но если ты поешь И ты знаешь слова И тебе просто нравится мелодия Но 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 ты Но ты не Христу поешь Окей То ты не назидаешься Прославление Вошип It's a big deal И человек может И человек в принципе Просто Вошип Прославление Вошип это поклонение Мы называем это прославление Не важно Самое Не важно что ты делаешь Важно чтобы в центре был Христос Важно чтобы ты пел ему И чтобы тебе остальное Вообще ничего не интересовало Твои вокальные данные Твои музыкальные данные Никого не интересуют Здесь Задача у тебя какая Назидать себя Назидать себя В чем заключается Твоя задача Угодить Святому Духу Чтобы он в тебе Там Он там у тебя Как бы Ну как бы он там Такой Слипень могут Как бы Такой Твоя задача Чтобы его Разбудить Твоя задача Его Возбудить И чтобы он Встал И чтобы он Поднялся И во вторую меру И в третью меру И чтобы он был All over the place И ты это можешь сделать Только А он Holy Spirit Get excited Only about Jesus И когда Ты упоминаешь Иисуса Христа И когда у тебя Все вокруг Христа И когда все для Него И когда все им И все к Нему Then Holy Spirit Get excited Вот это вот Исполнится Святым Духом Когда ты молишься За болезни Когда у тебя что-то болит Когда у тебя проблема И ты говоришь Господь Вот молитв Там проблема Очень важно Опять свою проблему Не держать в центре Своей молитвы Потому что она В принципе далеко Это неправильная молитва Какая бы она ни была У тебя острая Твоя проблема Или болезнь Или какие-то обстоятельства Какие бы ни были Драматические У тебя Центр молитвы Христос Ты ему It's all about him И какая бы ни была Большая нужда It's all about him Он центр Тогда Опять-таки Тогда Дух Святой Начинает Но если у тебя Все вокруг тебя И все вокруг Средоточено В твоих обстоятельств Какие бы ни были Тут Дух Святой Нарек садит Теперь когда происходит Когда Дух Святой Поднимается Смотрите Когда Дух Святой Поднимается В человеке Я это так вижу Он поднимается Он встает В человеке Он приходит К нему в душу Он приходит Ему в мысли Тебе что-то Открывается Ты что-то Начинаешь видеть То, что ты раньше Не видел Ты начинаешь Себе чувствовать У тебя вдруг Посещает какое-то Состояние радости Которое совершенно Неадекватно К тем обстоятельствам Которые ты находишься У тебя обстоятельства Прямо скажем Не очень Но вдруг Это состояние радости Которое Оно совершенно Неадекватно Оно К тем обстоятельствам Потому что Это уже радость Это уже ты Это знаете что Это уже ты На территории Царства Небесного Окей Потому что Царство Небесное Это праведность И мир и радость во Святом Духе, окей? То есть, это уже, ты на территории Царства, ты уже не здесь. Это уже, это уже то, это уже не здесь. Павел тогда, они были в тюрьме, в цепях, и они воспевали, кого они воспевали? Иисуса Христа, и Дух Святой, понимаете, и произошло то, что произошло. То есть, опять, смысл исполнительного Духа, это значит отдать себя под контроль. Ты просто отдаешь себя под контроль Святого Духа. Он не берет кобык, он тебя не контролирует, Бог тебя не контролирует. Но когда ты сам отдаешь себя, кому ты предаешь себя в рабы, написано, для послушания, того ты и раб. Чтобы быть послушным кому-то, ты должен быть рабом, потому что только раб послушен, окей? И чтобы быть послушным, ты должен быть рабом. Кого ты избираешь своего как господина, тому ты будешь и слушаться. И он уже контролирует. Когда Дух Святой в тебе поднимается и когда он берет контроль потому что ты отдал ему контроль тогда он в принципе делает вещи которые ему нужны и он уже проявляет себя так как он считает нужно и потому и потому что потому что ты на дым контровал хизин концов потому что ты отдал ему контур ты потому что доверяешь ему не знаешь что он прослать никто говорящий духом святым не скажет их улона иисуса христа правильно поэтому тогда проявляется какие-то проявления в человеке которые они свойственны этому человеку он начинает петь он начинает петь таким голосом которого даже не подразумевшим не такой голос есть у него появляется желание прославить господа потому что он начинает танцевать он начинает что-то говорить он даже не понимает что он говорит он не понимает что с ним происходит и когда он не Когда человек не понимает, что с ним происходит, он начинает волноваться, он начинает бояться, потому что человек привык быть in control. И он возвращает в себе control и выходит из этого состояния. И когда он выходит из этого состояния, то Дух Святой возвращается в то состояние, где это было с самого начала, то есть он уже не исполнился этим Духом. Поэтому, когда ты доверяешь Святому Духу, и ты когда даешь ему control, а когда он исполняет тебя и наполняет тебя, то он, в принципе, не просто в твоем сердце, он уже в твоем мире, он уже берет контроль над твоим телом. И он делает, и он живет через твое тело. И он проявляет себя через твое тело. Он может петь, он может говорить, он может говорить на русском языке, он может говорить на французском языке, он может говорить на турецком языке. Я не знаю, he is in control. И вот здесь у нас, может быть, расходятся какие-то там, может быть, течения, динаминации. Но это же так все скучно, разговаривать об этих динаминациях. Вообще подумайте, принцип, сама идея, принцип быть исполненным Святым Духом. Что это значит? Это значит отдать тебя под контроль Святого Духа. Ну, кто-то скажет, ну, хорошо, а если Дух Святой, если он начинает действовать, а я не понимаю, откуда я знаю, может быть, он что-то не то говорит, а может быть, это вообще не от Бога. А откуда я знаю? Потому что он говорит мне каком-то на том языке. А откуда я знаю от Бога? И вообще Божьим, может быть, это вообще непонятно что. Я же это не знаю. И поэтому, когда человек вот так вот думает, то он, в принципе, берет контроль назад. И поэтому, что человек, когда так думает, он не хочет этого, он боится этого, и он вообще, вообще отвергает и не принимает эти вот проявления. Какие-то эмоции какие-то. Потому что эмоции – это вообще не от Бога. Эмоции – это да от Бога. Потому что Христос был эмоционален тоже. Он и плакал, он и гневался. И вся Библия говорит о гневе Божьем. Гнев – это эмоции. Христос плакал. Он плакал, когда Лазарь умер. Он плакал, когда он смотрел на Иерусалим. Слезы – это проявление эмоций. Но эмоции есть человеческие, а эмоции есть уже эмоции, заквашенные Святым Духом, который поднялся в тебе. Эмоции человека, который исполнен Святым Духом. Там уже и радость, понимаете? Дух Святой радуется, проявляется. Поэтому, как здесь реагировать, когда я не знаю? Конечно, ты не знаешь. Но для этого существует доверие. Для этого существует упование. И вот здесь нужно именно упование. И знать, что если ты Богу посвящаешь себя, ты же Богу посвятил свою жизнь. Если ты Богу посвятил свою жизнь, будет ли это много, если ты Богу посвятишь свои уста? Нет, Господь, я тебе посвятил свою жизнь, но уста мои не трогаю. Да, за мои калорицы. Будет ли это логично, если ты посвятил Богу всю свою жизнь, и отдал Ему, и уповаешь на Него своими детьми, и все Богу отдал, а вот члена своего тела ты Богу не отдал. Это даже Богу посвятил. Если ты Богу доверил свою жизнь, так почему ты допускаешь, что Бог может что-то, может быть... Ты Богу отдаешь себя. Ты исполняешься Богом. Ты Бога отдаешь себя под Его контроль. Под Его контроль, чтобы Он тебя контролировал. И после этого ты знаешь верой. Ты знаешь верой, что эти проявления, они да, от Бога. Ты же многие знаешь. Все вещи, которые ты, в принципе, знаешь, ты знаешь верой. Верой мы знаем, что веки устроены Словом Бога. Верой знаешь, что Он умер. Вера – это значит, что Он воскрес. Вера – это значит, что Он гордет. Ты верой знаешь, что это от Бога. Потому что никто, говорящий Духом Святым, не произнесет хулу на Иисуса Христа. Да, так написано. А? Она. Окей? Когда ты приходишь к Богу за исцелением, и ты говоришь, Господь, исцели меня, и потом ты получаешь... Откуда ты знаешь, что тебя Бог исцелит? Ты уверен, что тебя Бог исцелит? Может, тебя кто-то другой исцелит? Есть же другие силы, которые тоже что-то делают. Есть. Но ты знаешь, что тебя Бог исцелит. Ты веришь, потому что ты к Нему пришел. Окей? Я пришел к Иисусу Христу. Я к Нему обращаюсь во имя Иисуса Христа. Я к Нему пришел. Я прошу это, и потом у меня это появляется. И потом я говорю, а я теперь не уверен, от Бога ты или нет. Это даже не исцелит. Ты верой знаешь, что ты имеешь это от Него, потому что ты к Нему пришел. И если ты Богу посвящаешь себя для того, чтобы Он исполнил тебя самим собой, чтобы Он наполнился, то ты уже дай Ему свободу. И пусть Он управляет тобой. Пусть Он направляет тобой. И пусть ты ощутишь, чтобы все значит быть на тебе Бога. Настя небесная. Окей? Понятно? Вот это и есть исполнительный святой дух. Сейчас давайте, знаете что? Давайте мы сейчас поупражняемся. Сейчас давайте мы споем песню. Окей? И не просто мы споем эту песню, а мы именно в этой песне попытаемся сконцентрироваться на Иисусе Христе. Окей? И я не говорю, чтобы мы что-то делали, что-то не делали. Задача не в том, чтобы что-то делать, что-то не делать. Задача только одна. Пытаться сконцентрироваться на Иисусе. Не думайте даже о Духе Святом. Даже так я скажу. Думайте только об Иисусе Христе. И то, что вы сейчас будете петь, пойте это сердцем искренне. Дай это попробовать. И пусть Он делает ушел. Если ты называешься верующим человеком, так доверь ему. Доверь ему хотя бы эти несколько, 5-10-15 минут. Доверь ему свою жизнь, доверь ему свою руку, доверь ему свои уста. Я не говорю, как надо, как не надо. Просто доверь ему. Душу свою, доверь ему свой ум. Впусти его в свой ум. Открою ста. Чтоб что-то говорить, нет. Открою ста, чтоб петь. Открою ста, чтоб петь. Что Он хи из холли, хи из вондефул, что Он тебя любит, что ты скажи Ему о своей любви. Пой. Просто то, что пой. Но пой это сердцем искренним. Пой это сердцем искренним настолько, что что-то в тебе, не что-то, а кто-то в тебе wake up. Проснулся, пробудился. И потом скажи, Господь, Ты Бог. Ты Бог. Ты Бог. Ты сам, как ты желаешь. Можно мы это?